Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка, на этот раз тоже связана с фото-видеотехникой, хотя и не только, а именно чтобы обеспечить питание камеры при помощи универсального зарядного устройства Lanzi понадобились мне аккумуляторы, ввиду того, что есть аккумуляторы Betamax, они же NPF970, но они достаточно большие, максимальная емкость у них 7200 мАч, которые представлены у вас по центру экрана. Ну а понадобились более маленькие аккумуляторы, взял я той же фирмы Betamax NPF550, аналог Соньковского аккумулятора. Для того, чтобы было легче переносить, ввиду того, что большие они в основном покупались для светодиодных светильников YGNO, как кольцового, так и обычный накамерный светильник для фото-видеосъемки. Ну а для камеры Nikon понадобился аккумулятор, ввиду того, что стандартный их аккумулятор емкостью небольшой, поэтому, чтобы увеличить время съемки, понадобились аккумуляторы NPF, которые мы благополучно поставим через зарядное устройство Lanzi. Итак, пришло это все достаточно продолжительное время, где-то около месяца, ну и пришло вот в таком состоянии. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой, выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Давайте смотреть, что находится внутри, благо производитель аккумуляторов предусмотрел транспортировочную упаковку, но еще это было в стандартной упаковке-пакете для транспортировки посылок. Вот такой вот вариант, здесь есть обозначение, что сделано в Китае, но ввиду того, что это аккумулятор идет, как говорится, по земле, а не самолетом, поэтому около месяца это все заняло. И внутри вот находятся две упаковки, и да, как говорится, как обычно, чем больше берешь, тем меньше у вас получается за один аккумулятор. NPF 550. Вот, поставляется в таких упаковках. Я взял две штуки, соответственно, одна вышла чуть дешевле, чем брать одну. Ну, как бы, одна рабочая, вторая на прозапас. Есть у меня зарядное устройство для данных аккумуляторов, стандартных БТ-Макс, которые вы видите справа, и саму камеру, где это будет использоваться, находится у вас слева, вместе с пустышкой. Итак, давайте смотреть, что здесь находится. Находится два стандартных аккумулятора. Пырки. Давайте их сразу же два достанем. Так, вот такие вот аккумуляторы. NPF 550. Стандартные аккумуляторы для камер Sony. Ну, можно применять через перифидники и использовать с камерой Nikon, которая у вас сейчас представлена слева. Здесь уже идет без индикатора заряда, как это, так и этот аккумулятор идет без заряда. Ну, что я вам демонстрирую. Предыдущий вариант, ввиду того, что здесь большая емкость идет зарядом, но и сам. Ну, зарядное устройство демонстрирует, сколько заряда, но не всегда совпадает. Вот здесь вот показывает, где-то около 75% заряжено. Здесь демонстрирует около 100. Ну, раз в 4 деления по 25, соответственно, каждая. Давайте проверим, сколько здесь. Ну, вот здесь вот тоже 100. Написано, да, приходит где-то 30-50 мощности. Имеется в виду процентов. Но я тут недолго подзарядил на этом устройстве. И сейчас давайте чуть попозже посмотрим. Ну, здесь показывает 100% заряжено. И давайте посмотрим второй аккумулятор. Ну, и здесь демонстрируется, что 100% заряжено. Итак, давайте сейчас посмотрим, сколько заряда нам продемонстрирует зарядное устройство родное BetMax. Для этого давайте подключим его. Так, вот мы установили аккумуляторы. И при помощи стандартного кабеля, который идет в комплекте данного зарядного устройства, мы подключаем. Ну, и видим, что у нас зарядилось, ну, где-то на 80% данные аккумуляторы. Еще раз повторяю, где-то 30-50%. Один из них 50% пришел, другой 30%. Ну, это как обычно, у них идет зарядка на 50%. Да, проверять я не буду, потому что проверка состоит из того, что вы должны из партии выбрать и соответствующими устройствами проверять. Не теми, которые он демонстрирует на разных YouTube-каналах. Данное устройство должно быть зарегистрировано, поверено, ну, и так далее. Выбирается еще раз из партии. Из этой партии выбирается, проверяется. Если все в порядке, значит, партия считается готова. На один-два аккумуляторов это 50-50. Попался вам хороший? Не попался хороший. Попался плохой? Попался плохой. Ну, вот на данный момент у меня 4 аккумулятора. Два были раньше. И вот, ну, то есть, все с ними нормально и удачно. Дальше только покажет время, как долго они работают. Ну, вот эти уже показало время. Давайте проверим функционирование этих аккумуляторов через зарядное устройство Уланзи и как они взаимодействуют через пустышку с камерой. Для этого у нас есть камера, как мы видим. Давайте выберем одну. На данный момент установим на холодный башмак, который присутствует на ручке. Ну, и зафиксируем при помощи стандартного крепления, которое идет на холодный башмак. И который поставлялся с этим зарядным устройством. У некоторых не поставляется. Так, берем пустышку нашу. Открываем отсек. Ставим в правильное положение. Так, вот мы установили. И подключаем к нашему устройству, где стоит аккумулятор. Так, ну и давайте смотреть, что происходит с камерой. Ну, и как видим, она у нас функционирует. То есть, вот показывается аккумулятор. И теперь съемочный процесс у вас увеличивается в два раза от той емкости, которая была в оригинальном аккумуляторе, который поставлялась с этой камерой. Так, давайте отключим. Ну и что, для достоверности проверим еще и второй вариант функционирования. Данного аккумулятора. Итак, у нас опять показывает 100%. Но мы видели, что у нас на 80% заряжено. Все, вот у нас загорелось. Какой-то неконтакт был. Все функционирует. И теперь у вас уже время увеличивается не в два раза, раз есть запасной аккумулятор, а в четыре. Для того, чтобы производить съемочный процесс. Ну, это касаемо не фотосъемки, а, скорее всего, видеосъемки. Что позволяет сделать данная камера Full HD до двух часов. Я вам продемонстрировал аккумуляторы Betamax. Аналоги соньковских NPF 550 на 2600 мАч. В количестве двух штук. Для того, чтобы осуществлять питание камеры Nikon Z30 при фото-видеосъемке. Ну, скорее всего, при втором варианте, когда вы осуществляете видеосъемку. То есть, все у вас функционирует, работает. Зарядное оригинальное устройство Betamax есть. Для того, чтобы подзаряжать. Ну, также можно и подзаряжать непосредственно на зарядном устройстве у Lanzi. Все данные устройства есть на моем канале. Все желающие могут посмотреть. Итак, каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор, как всегда, только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачных покупок и распаковок. До следующего видео. И до свидания. Субтитры подогнал «Симон»